Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время говорить». Вот главные темы сегодняшнего выпуска. Вода станет чище. Сегодня от запланивших его водорослей начали чистить дядьковский затон. Алкоголя станет меньше. Энергетики и тоники вскоре исчезнут в торговых прилавках рязанских магазинов. Получить права будет сложнее. Рязанские дорожные полицейские рассказали работникам автошкол о новых изменениях. Ну а теперь обо всем подробнее. Вчера в советском районном суде состоялись прения по уголовному делу в отношении бывшего начальника регионального службы МЧС Олега Никифорова. Напомним, его обвиняли в том, что, будучи главой рязанского ведомства, он похищал деньги для личных нужд, предназначенные для создания резерва на различные непредвиденные расходы. Также деньги похищались путем оформления фиктивных договоров на выполнение строительно-ремонтных работ зданий МЧС. Рассмотрение уголовного дела началось еще летом. И уже тогда подсудимый Олег Никифоров полностью признал свою вину, возместил причиненный материальный ущерб ведомству. На минувших судебных прениях прокурор рекомендовал назначить Олегу Никифорову наказание в виде пяти лет лишения свободы и считать его условным, с испытательным сроком 4 года, без штрафов и без ограничений свободы. Адвокат и подсудимый полностью поддержали сторону обвинения. У пешеходного перехода на театральной площади со вчерашнего вечера живые цветы и фото молодой девушки. В страшной аварии с участием автомобиля «Лада Приора» погибла известная рязанская молодежная активистка Елена Рождественская. Еще две девушки, среди которых организатор арт-лужайки на Лыбецком бульваре Алевтина Ефремова, с тяжелейшими травмами помещена в областную клиническую больницу. Трагедия, которая произошла в нашем городе 20 октября, взбудоражила и шокировала общественность. Сейчас рязанская молодежь активно собирает средства и ищет доноров крови для девушек Али Ефремовой и Юлии Пескуновой, пострадавших в аварии. Напомним, в ночь на вторник на площади театральной водители автомобиля «Лада Приора», двигаясь от остановки «Дворец пионеров» в сторону бывшего кинотеатра АК, не заметил переходивших дорогу девушек. Для них горел красный свет. Кто бы мог подумать, что такая, казалось бы, обыденная оплошность приведет к такой трагедии. Елена Рождественская, одна из организаторов столь полюбившегося всем проекта «Арт-лужайка», получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте ДТП. Рязанцы скорбят. Друзья Елены несут к месту трагедии цветы. Фотография погибшей рязанской активистки нашла свое место у того самого дерева, у которого она сделала свой последний шаг. Наша телекомпания приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Лены. Ну а о Левтине и Юле мы желаем скорейшего выздоровления. Держитесь, девчонки. Рязань с вами. В конце сентября жители Дашковой песочни сообщали о неприятном запахе воды, текущей у них из-под крана. Тогда специалисты сообщили, что виной этому послужило взаимодействие продуктов жизнедеятельности речных водорослей и хлора, которым работники водоканала очищают питьевую воду для горожан. Сегодня городские власти сообщили о начале работ по удалению из дядьковского затона расплодившихся в нем водорослей. В диспетчерскую МП водоканал города Рязани и в диспетчерскую города поступают жалобы жителей района Дашковой песочни, поселка Шлаковый, центр города на присутствие запаха в питьевой воде. Данные районы города снабжаются водой с Сокской очистной водопроводной станцией. Присутствие данного специфического запаха обусловлено реакцией между органическими соединениями, присутствующими в речной воде в дядьском затоне, с гипохлоридом натрия, который используется для обеззараживания питьевой воды. Водоканал ведет постоянный мониторинг качества воды. Проводит сейчас в усиленном режиме контроль качества. Вода соответствует всем нормативам по микробиологии и по химическим соединениям. В воде отсутствуют токсические вещества. Для того, чтобы уменьшить присутствие запаха в данной воде, водоканалом сейчас увеличена подача артезианской воды на очистные сооружения окско-водопроводной станции до 15 тысяч кубометров в сутки, что составляет 30% от общей производительности станции. Проводятся водолазные работы по очистке оголовков первого подъема насосной станции в дядьском затоне. Эти работы будут проводиться, наверное, в течение пяти дней. И на время этих работ забор речной воды будет производиться с насосной станции ЗАО РНПК, которая находится в русле реки воды, что позволит избавиться нам от этого запаха. Еще раз повторяю, что качество воды постоянно контролируется, и оно соответствует нормативам. Сегодня рязанские дорожные полицейские пообщались с руководителями городских автошкол. Речь на этой встрече шла о вступивших в силу поправках к закону о безопасности дорожного движения. Ведь теперь значительно изменится процесс подготовки водителей и получения прав для управления автомобилем. Улучшение качества работы автошкол – одна из важнейших задач, которой сейчас занимается управление ГИБДД совместно с руководством данных учебных заведений. Для того, чтобы учить кого-то ездить, нужно уметь это делать самому и иметь необходимые документы, разрешающие преподавательскую деятельность. Это основной вопрос, который обсуждали участники конференции. На сегодня мы в системе, в том числе образования Рязанской области, в преддверии 1 сентября и нового учебного года для себя приняли одну из главных задач – это повышение уровня самого педагога. Вот сегодня мы как раз и говорим, по старинке обучить только движению. Я сама это технарь, о том, как включать, хотя пока не училась водить машину. Но сегодня очень важно ориентация на местности, скажем так. Вот этому, если мы сегодня и у нас не обучали наши преподаватели, в наших образовательных организациях, которые готовят водителей, мы для себя такую с вами задачу будем ставить. И будем повышение квалификации ваших работников, а вы заинтересованы будем совместить с Институтом развития и образования и с нашими коллегами из ЕВДД, будем предлагать вам такие обучающие семинары. Кроме того, в автошколах теперь будет вводиться урок психологии. Ведь подготовить хорошего водителя, способного быстро адаптироваться к современным городским реалиям, не так-то просто. Ученики в основном надеются на своего инструктора, а стоило бы включать и собственную головушку. На моральную подготовку и раскрытие потенциала юных водителей и будут направлены эти занятия. Обучение, да, вот этим психологиям, возможности, чтобы не было этих психологических конфликтов, но и курс для того, чтобы повысить культуру самих водителей, культуру вождения и поведения на дороге. Ну и, конечно, пора бы прекратить принимать бесчисленное количество учеников в один учебный класс. Ведь чем меньше слушателей у преподавателя, тем больше внимания будет уделяться каждому из них. Индивидуальный подход – залог к качественной подготовке водителей. Продолжает программу еще один сюжет от рязанских дорожных инспекторов. Сегодня они провели очередной рейд по тонировке. Очередной рейд провели сегодня рязанские госавтоинспекторы. На сей раз под особо бдительный контроль попали водители, не соблюдающие правила тонировки своих авто. Хочется отметить, что данный вопрос находится на постоянном контроле, и все подразделения госавтоинспекции, в том числе ежедневно, данный вопрос контролируют. За 9 месяцев этого года только на территории областного центра выявлено около 7 тысяч нарушений данного плана. А всем рязанским водителям хочется напомнить, что согласно требованиям технического регламента по безопасности колесно-транспортных средств, светопропускаемость лобового стекла и передних боковых стекол должна быть 70%, не менее. Кстати, наличие сеток и шторок, закрывающих передние стекла, также является нарушением и ведет за собой административные санкции. А в ходе сегодняшнего рейда были оштрафованы и лишены госномеров 13 автолюбителей. Кроме этого, некоторые раскаялись и растонировались на месте добровольно. К сожалению, не все рязанские автомобилисты законопослушны и, что страшнее всего, трезвы. На улице заметно подмерзло и нужно быть особенно осторожными за рулем. Но, несмотря на это, некоторые предпочитают согреваться, что называется, изнутри, а потом бесстрашно садиться за руль. Пьяный водитель устроил сегодня ДТП. К счастью, небольшое, и обошлось оно без жертв. Зато умудрился скрыться с места происшествия. Лада Приора въехала в задний бампер Гранте и поехала дальше. Водитель Гранты сообщил о такой наглости в ГИБДД, после чего нарушитель был немедленно пойман. Сергей Романович, сколько и чего выпили? Водки выпили. Водки? Да. Много? Один стакан. Один стакан водки? Да. А с ДТП зачем скрылись? Я не скрывался. Ну как не скрывался? Вообще-то он виноват, не я виноват. В крови у нарушителя было обнаружено более полутора промилле алкоголя. То есть любитель выпить за рулем явно преуменьшил свои подвиги. А вот вины своей он так и не признал. В общем, не перестают выбивать горе автолюбители. Хотя объем продаж алкоголя в Рязанской области снизился во втором квартале этого года более чем на 15%. Такие данные приводит региональное министерство экономического развития. Связано это с ужесточением законодательства. Также и потребление алкоголя на душу населения за этот год снизилось примерно на 10%. А начиная с 1 ноября, то есть буквально через неделю, в магазинах города любители так называемых энергетиков и тоников не смогут больше купить эти слабоалкогольные напитки. Таково требование регионального закона о регулировании розничной продажи алкоголя на территории Рязанской области. Кроме того, с 1 ноября в киосках, ларьках и уличных палатках вступает в силу запрет на продажу вообще любого алкоголя. Алкогольные энергетические напитки пользуются огромной популярностью у российской молодежи. А между тем, вред тонизирующих коктейлей очевиден. 24 сентября депутаты Рязанской областной думы приняли изменения в действующий региональный закон о запрете продажи слабоалкогольных напитков, содержащих кофеин, туурин и другие тонизирующие компоненты. Уже 1 ноября с полукаризанских магазинов полностью исчезнет данного вида продукция. Как практикующий врач полностью поддерживаю нынешний закон, который обсуждался, так бурно обсуждался. Считаю, что действительно тонизирующие напитки, содержащие турины и другие аминокислоты, с несовершеннолетним подрастающим поколением абсолютно уверенно вредны. Кроме того, запрещается продавать коктейли в нестационарных торговых точках, в том числе в тех, которые оказывают услуги общественного питания. По ранее действующему закону, продавать слабоалкогольные напитки в торговых палатках, например, на остановках общественного транспорта, было нельзя. Однако, чтобы закон обойти, как это часто бывает, в палатках начали торговать пирожками и чебуреками. В итоге объекты перешли в разряд общепита. Теперь этот вариант не пройдет. Будут ужесточены требования к непосредственной реализации алкогольной продукции пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в нестационарных торговых объектах, осуществляемые как индивидуальными предпринимателями, так и уорганизациями, обществом с органичной ответственностью. Независимо от того, оказывают ли данные организации или индивидуальные предприниматели услуги общественного питания. Должностные лица будут привлекаться к адмоответственности, на них будет налагаться штраф от 5 до 10 тысяч рублей. На общество с ограниченной ответственностью будут налагаться штрафы от 50 до 100 тысяч рублей. Ну и само собой продажу таких напитков полностью запретят в местах проведения культурно-массовых мероприятий, в образовательных, медицинских и физкультурно-оздоровительных учреждениях. Ну а на сегодня это все. Далее в эфире программа подробностей. В гостях заместитель начальника регионального управления налоговой службы Алексей Лощенов. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова